Девушки отдыхают Привет! Девушки отдыхают Это действительно уникальное место Оно единственное такое место на земле Где с вами никогда ничего плохого не случится На протяжении 4 дней мы будем с вами учиться правилам безопасности И постараемся их объяснить телезрителям, которые смотрят нас Так? Это первый момент И второй очень приятный это соревнование А это значит, что в конце 4-го игрового дня У нас с вами определится победитель Который получит главный приз Но тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется Я думаю, что это очень хороший стимул Поиграть нам с вами активно, да? Да Ребята, вы уже 10-я команда, которая вступает в борьбу в стране безопасности И вы знаете, все предыдущие игры показали, что сражаться нужно до самой последней минуты Что победу можно вырвать даже на финишной прямой Давайте с вами сразу договоримся Сражаться будем до конца И в случае поражения расстраиваться не будем Хорошо? Итак, наш первый конкурс, ребята, совсем не сложный Это разминка Поэтому будем разгадывать загадки Сегодня это очень важная профессия Которая имеет отношение к спасению людей Суть игры вот в чем заключается Я вам загадываю загадку Отгадка находится на стенде Алина, твоя слева, твой стенд А твой Ярослав справа Берете правильную картинку с отгадкой И на скорость приносите мне За каждый правильный ответ получите фишку Тот, кто справится быстрее соперника, получит дополнительно еще одну фишку Угу Ну что, все понятно, Ярослав? Да, да А то ты сидишь такой Итак, слушаем внимательно первую загадку Дослушаем ее до конца и только потом стартуем Никто на свете так не может Одним движением руки остановить поток прохожих И пропустить грузовики Вот, молодцы! Кто это у нас, ребята? Человек какой профессии? Кто это? Это человек, который останавливает людей Ярослав, может быть вспомнишь Да, правильно, ну как одним словом он называется? Тихо Уэр начинается слово Работа Регу Лакар Регулировщик Регулировщик это, ребята Но в любом случае, вы знали ответ на эту загадку Ответили правильно, получаете по фишке По фишке Держи Плюс Алиночка получает за скорость Слушай внимательно вторую загадку Могут днем и даже ночью папу вызвать очень срочно Если что-то загорится, папа мой тотчас примчится Он недавно из огня вывел первоклашек Вот так папа у меня, да чего бесстрашен Побежали Кто это у нас такой бесстрашный? Так, присядь, Ярослав, сейчас разберемся Давайте начнем с того, что скажем, кто это? Это пожарный Это пожарный, правильно Он спасает людей Да, спасает людей из пожара Ты чего переживаешь? Все же нормально Принес правильно отгадку Получаешь фишку, молодец, держи Алина получает чуть-чуть больше Потому что она была быстрее У нас еще две загадки И ты сейчас на скорость постарайся сыграть В белоснежном он халате Лечит всех больных в палате Если вдруг беда случится То на скорой он примчится Побежали Быстренько Блин Ну давай, перепутал просто Бери правильную картину Ты же знал, что здесь Бери, бери, Ярослав Держи Это кто у нас? Врач, он лечит людей Правильно Ярослав, держи фишку За правильный ответ Алина за скорость Но Алина больше не смотрит на доску Ясно? Да Последняя загадка Нет Папа у меня Герой Ходит в форме С кобурой Посреди ночного мрака Где-то кража Или драка Сразу вы в 102 звоните Папу моего зовите Побежали Быстрее Класс Ну и что это ты? Так, кто это у нас? Какой профессий человек? Милицейский Милиционер Милиционер Правильно Правильно Не милицейский А милиционер Ну вот, видишь Стоило только захотеть И сразу же фишку за скорость получаешь Ярослав Так, держать Все, на этом первый конкурс завершен Давайте считать Сколько удалось заработать фишек Загадки все разгаданы Ярослав Считай свои фишечки Считай, считай, считай Ну что, сколько ярослав? Пять Пять, целых пять Хорошо, Алина, у тебя Три, четыре, пять, шесть, семь На две фишки больше Ну, это всего лишь первый конкурс Итак, ребята Молодцы С заданием первым моим Вы справились Очень-очень даже хорошо Загадки очень легкие были Ну, ничего Я в следующий раз Раз вам это легко Придумаю что-нибудь посложнее Итак, ребята Я сейчас хочу вас познакомить С одним очень интересным человеком Он представитель важной и ответственной профессии И работает в милиции На протяжении всех четырех дней Он будет выходить с нами на связь И расскажет вам много интересного И сейчас он уже готов поделиться важной информацией Давайте быстрее обратим внимание на экран Поворачиваемся к телевизору Ярослав, поворачивайся Ребята, здравствуйте Здравствуйте Меня зовут дядя Виталий И сегодня у нас с вами будет разговор На праздничную тему Я намного старше вас И даже вам немного завидую Потому что раньше праздники отмечались Заметно скромнее А сейчас Все, что душа пожелает Включая хлопушки и фейерверки Именно о них мы и будем сегодня говорить Хлопушки Одни из безопасных фейерверков Тем не менее Правила безопасности Нужно соблюдать и с ними Итак, запоминайте На вопросы по этой теме Вам придется отвечать И сегодня, и в финальной игре С хлопушками и любой другой пиротехникой Нужно обращаться очень осторожно И только в присутствии взрослых Правило второе Нельзя направлять хлопушку в лицо друзей И тех, кто рядом Так можно нечаянно повредить глаза Нельзя играть с хлопушкой Рядом со свечой или раскаленной спиралью Ребята, важно помнить Что петарды и фейерверки Намного более опаснее хлопушек Или бенгальских огней Поэтому главное правило для жизни Никогда не поджигать пиротехнику Пусть родители сами запустят фейерверк А вы отойдите подальше Все равно видно будет очень хорошо Всегда говорите друзьям Которые решили побаловаться с петардами Хлопушками или фейерверками Что это очень опасно Они могут причинить фрез здоровью и окружающим На сегодня это все А я, как всегда, желаю вам победы в игре И безопасности в жизни Ребята, наш первый конкурсный день Подходит к своему завершению Но у меня еще осталось припасено для вас Одно самое важное испытание на сегодня Конкурс называется Зелено-красный конкурс Суть его вот в чем Я буду читать вам фразу Она может быть как правильной, так и неправильной Если вы согласны с этой фразой То вы поднимаете зеленую карточку Если не согласны, поднимаете красную Все ясно, Ярослав? Да Хорошо Итак, за каждый правильный ответ Вы получите фишку Ясно? А если быстрее, то две Да, если кто-то, кто справится быстрее Получит дополнительно еще одну фишку Итак, если вы готовы, то мы можем начать Начинаем? Да Хорошо Первая фраза Не забывайте, может быть, как правильной, так и неправильной Если правильно Вот так вот поднимаем зеленую Итак, давайте, давайте, тогда начнем Итак, первая фраза Хлопушки можно бросать в костер Ребята, ответили правильно и ответили одновременно Поэтому каждому по две фишки Девять Потому что ответили быстренько Хочется мне вам дать и за скорость Вторая фраза Нельзя направлять хлопушку в лицо друзей тех, и кто рядом Правильно, Ярослав, абсолютно правильно Нельзя Алиночка, ты не согласна с этой фразой? Нужно к лицу? Нет Ошиблась, но ничего Ярослав ответил быстро и правильно Две фишки, молодец Держи Я говорю Да, будьте внимательны Потому что вы это все знаете, я думаю Единственное, что надо внимательно слушать И вспоминать То, что говорил дядя Виталя Итак, третья фраза Можно играть с хлопушками и петардами у открытого огня Молодцы Одновременно и правильно И последняя фраза на сегодня Петарды и фейерверки намного опаснее хлопушек или бенгальских огней Ответил правильно, но Алиночка была быстрее Тем не менее, Ярослав за правильный ответ фишку А Алина две Это на сегодня все, ребятки Давайте быстренько считать, сколько фишек удалось заработать Ярослав Сколько, Алина? Тринадцать Ярослав? Двенадцать Ярослав двенадцать Алиночка тринадцать, Ярослав двенадцать Практически одинаково Всего лишь одна фишка вас разделяет Молодцы, ребята Сразу видно, что сильные соперники идете на равных Но впереди у нас еще три соревновательных дня Завтра встречаемся снова и будем бороться за победу Так? Завтра? Сюда? Да, да, завтра с утра Ну а сегодня наши маленькие телезрители Мы с вами прощаемся Всего хорошего До свидания Пока-пока Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»